В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию проект культурного центра Елизавета Мамонтова «Рассказы о Ходькове для больших и маленьких». В рамках передачи «Культурная эволюция» предлагаем вашему вниманию проект культурного центра Елизавета Мамонтова. Мы продолжаем серию рассказов о Ходькове и сегодня предлагаем вашему вниманию рассказ шестой «Воря и пажа». В древности люди всегда старались селиться там, где была вода, по берегам рек и озер, возле ручьев и родников. Вода была нужна для питья и приготовления пищи, сельскохозяйственных и ремесленных работ. В водоемах тогда водилась разная большая и малая рыба, а в округе гнездились многочисленные водоплавающие птицы на радость рыбакам и охотникам. А еще крутые берега рек защищали людские поселения от внезапного нападения врагов, а речные русла были важными путями сообщения. Летом по ним плавали на лодках и судах, а зимой по льду можно было быстро добраться до других городов и деревень. Когда вокруг повсюду росли дремучие леса, реки были для людей важными ориентирами и часто заменяли дороги. Когда-то в давние времена поселились возле излучной реки Пажа первые постоянные жители наших мест, построившие свои хижины полуземлянки на холме, где стоит сейчас Ходьковский Покровский монастырь. А ниже по течению Пажа возник городок Радонеж, ставший позднее центром небольшого удельного княжества. Наши Ходьковские речки – вори и пажи, как две сестры, старшая и младшая, каждая со своим характером, обликом и темпераментом. Однажды их запечатлел в бронзе скульптор Анатолий Сысолов в образе двух задумчивых молодых девушек, сидящих на поваленном дереве. Имена у наших речек древние, еще дославянские. Одни ученые считают, что название речкам дали племена Балтов, жившие на Радонежской земле 2000 лет назад. По-балтски воря значит изменчивая, а Пажа, предположительно, малая речка, ручей. Другие ученые уверены, что имена речкам придумали имена Меря, населявшие наши края в VI-XII веках. В племена Меря словом «вор» называли гору или лес. Как бы то ни было, но звучат эти названия красиво, ласково, воря и пажа. Если посмотреть на физическую карту Московской области, то будет видно, что воря берет свое начало на холмах Клинско-Дмитровской гряды. Исток ее находится на высоте 220 метров над уровнем моря у деревни Думина Дмитровского района, рядом с садовым товариществом «Лесная поляна-3». Небольшим ручьем воря ныряет в озеро Озерецкое и, вытекая оттуда по болотистой местности, вскоре становится извилистой быстрой речкой. Живописное устье вори, так называется место впадения одной реки в другую, сейчас находится в черте города Лосино-Петровский. Там река почти под прямым углом впадает в Клязьму. В XVIII веке рядом с местом впадения вори в Клязьму находилась усадьба ближайшего соратника Петра I Якова Брюса. Сейчас это один из старейших под Москвой памятник усадебной архитектуры. Воря так замысловато петляет на всем своем протяжении, что в итоге расстояние от истока до устья, составляющее по прямой 60 километров, преодолевает в своем течении за 108 километров. Это связано с особенностями рельефа нашей местности. В древности река прокладывала свое русло, огибая многочисленные холмы Клинско-Дмитровской гряды в ложбинах, оврагах и балках. В наших краях воря не глубока, лишь в половодье уровень воды может подняться до 3 метров. Ширина речки 3-4 метра, под железнодорожным мостом за Абрамцевым русло расширяется до 10-12 метров. Воря отличается необыкновенно холодной водой. Даже летом температура в ней не поднимается выше 7-8 градусов. Все это благодаря множеству ключей, бьющих на дне реки на всем ее протяжении. В древности на реке Воря, в районе нынешней деревни Воря Богородская, Щелковского района, находилось крупное селение, названное в духовной грамоте Ивана Калиты 1327 года Вора. В то время река была судоходной, по ней могли плавать небольшие деревянные суда, струги. В XVI-XVII веках село Вора Воря было центром волости, станом, объединявшим среднее поворье. В те времена по берегам реки росли густые леса, а в ее водах водились ерши, щуки, окуни, лещи, налимы, караси и раки. Водную гладь украшали многочисленные лилии и кувшинки. Вокруг водилось множество водоплавающих птиц, а окрестные леса изобиловали пушным зверем. Вдоль берегов Вори люди распахивали пашни, разбивали сады и огороды, заготавливали сено. Еще в середине XIX века Воря радовала рыбаков обилием и разнообразием рыбы. Одним из них был тогдашний хозяин усадьбы Абрамцева, писатель-натуралист Сергей Тимофеевич Аксаков, автор записок об ужении рыбы. И позже, в бытность Мамонтовых, на Воре вблизи Абрамцева обитатели усадьбы и окрестные крестьяне удили рыбы, плавали по реке на лодках и плотах. Художники Абрамцевского кружка любили писать воды Воре и ее живописные берега. Друг семьи Мамонтовых художник Василий Поленов создал на Воре целую детскую лодочную флотилию. Под руководством и присмотром Поленова дети учились управлять лодками, чинить и содержать их. Лодки носили имена лебедь, щука и кулебяка. Издавна на реке строились плотины и запруды. В XIX веке большая запруда с лодочной пристанью появилась в усадьбе Ахтырка. Через каждые две версты на наших речках были устроены водяные мельницы для помола зерна и других нужд. В Репихове, Быкове, Митине воды Воре вращали водяное колесо, приводившее в движение ткацкие станки. А ниже по течению была устроена сукновальная мельница. В XX веке с 1947 по 70-е годы на Воре в Щелковском районе действовала Мишневская ГЭС – гидроэлектростанция. Ее небольшой мощности, менее 7000 ватт, хватало на обеспечение электричеством нескольких сел и колхозов. В 1936 году возле Абрамцева на Воре была возвятена плотина, которая разрушилась во время войны. Новые плотины из-за пруды на Воре и Паже появились в 1970-е годы. По их берегам возникли места отдыха горожан. Запруженная рядом с музеем Абрамцева река создала неповторимый водный ландшафт с изящными мостиками и тихими заводями. Течение речки в этом месте замедлилось, уровень воды поднялся. Это привело к засорению русла реки и гибели прибрежных деревьев. Однако спуск воды на одной из плотин в 2005 году привел к плачевным результатам – гибели рыб и водных растений, обнажению островков. Сейчас запрудов вновь восстановлено, животный и растительный мир реки возле усадьбы Абрамцева оправляется от необдуманного вмешательства человека. По берегам Воре вновь гнездится серая цапля, дикие утки, в прибрежных зарослях можно заметить выдру. В реке появилась разнообразная рыба – карась, плотва, лещ, подлещик и ясь, елец, щука и окунь. Ниже за плотиной опять начали хозяйничать бобры. Летом на реке цветут любящие чистую воду кувшинки. Пажа. Левый приток – Воре. Пажа тоже извилиста в своем течении, но глубина ее меньше – всего полтора метра в самом глубоком месте возле Ходьковского монастыря. Начинается пажа с небольшого ручья возле села Воронцова. Ниже по течению возле деревни Шапелово пажи набирают силу, становятся шире и глубже. Самый живописный вид на пажу открывается в Ходькове за железнодорожным мостом. Там пажа огибает нижнюю террасу парка Покровский под горой Вишневкой и красиво обрамляет с юга панораму Ходьковского монастыря. Издавна в этом месте находились покосные луга, сады и огороды. Не менее красивый вид на пажу открывается возле села Радонеж на месте древнего городища. Ниже по течению, за деревней Галыгина, удачного поселка Заречье, пажа впадает в Ворю. Всего длина извилистого русла пажа составляет около 30 километров. Вдоль наших рек и водоемов находится множество родников и ключей. Самый известный и доступный из них родник под больничной горкой был обустроен в 1966 году, когда там появилась зона отдыха горожан. При строительных работах в этом месте реки были обнаружены остатки старинной водяной мельницы. Еще в XIX веке пажа была богата самой разнообразной рыбой. В XX и XXI веках река была сильно замусорена и загрязнена промышленными и бытовыми стоками. Это привело к сокращению и даже полному исчезновению отдельных вид рыб и другой речной фауны. В 40-е и 50-е годы XX века вода из пажа и вори была пригодна для питья. Сейчас даже купаться в речных водах часто небезопасно для здоровья. Правда, с появлением новейших очистных сооружений на заводах и предприятиях Ходькова, ситуация с качеством воды начала улучшаться. Но предстоит еще очень много сделать, чтобы наши древние красивые реки и их берега вновь стали первозданно чистыми. А знаете ли вы что? На карте нашей страны есть еще реки с названиями Воря и Пажа. Другая река Воря течет в Московской и Смоленской областях. Она является притоком Угры. В Ворю Угрешскую впадает речка с названием Малая Воря. Кроме нашей Пажи, на карте России есть еще четыре речки с таким названием в Ярославском районе Ярославской области, в Борисоглевском районе Ярославской области, в Карелии и в Щелковском районе Подмосковья. Название Пажа носит также село в Ярославской области. У нашей реки Воря восемь притоков. Вот их названия. Пажа, Таргоша, Талица, Лашутка, Гречушка, Пружонка, Любосеевка и Жмучка. Чтобы понять, куда текут наши речки, представьте, что мы с вами в Ходькове, в Нижнем парке Покровском, пускаем по воде бумажный кораблик. Сначала он проплывет по реке Пажа, оттуда попадет в Ворю. Воря донесет его до Клязьмы. Клязьма впадет в Москву реку, Москва река в Аку, Ака в Великую Русскую реку Волгу. Проплыв три тысячи километров по Волге, наш кораблик окажется на самом юге нашей страны. В Каспийском море и, может быть, причалит к берегу в других странах – в Азербайджане, Туркменистане, Казахстане или Иране. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...